Партия ЛДПР выступила с резкой критикой предлагаемой пенсионной реформы и поддержала жителей, которые выступают против повышения пенсионного возраста. Таких в стране и в Рязанской области большинство. Мы в Рязани проводим уже не первую акцию, и мы будем их проводить. И мы будем это делать до того момента, пока не будет окончательно решен вопрос о сворачивании антинародной пенсионной реформы. Мы выражаем мнение народа. И сегодняшняя акция есть не что иное, как подтверждение тому, что люди в городе Рязани, в Рязанской области, да и во всей стране активные. Партия ЛДПР законопроект не поддержала. Тем не менее, он прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Документ предполагает, что возрастная планка выхода на пенсию будет расти пошагово. Для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин до 65 лет к 2028 году. Рязанцы к таким переменам не готовы. Я против повышения пенсионного возраста. Я пришла сюда ради детей, ради внуков. 8 лет женщине, да вы что, работают-то русские женщины. Она с работы на работу. Ее дома и дети, и семья, и дома дело, не в проворот. У нас продолжительность жизни мужчины 60 лет, а женщины чуть побольше. У нас люди просто не будут доживать до пенсионного возраста. У меня примеры перед глазами. Это родственники. Многие умирают 60. Сотни человек приходят на встречи с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Александром Шириным в разных районах города, чтобы оставить свои подписи под петицией. Тех, кто хочет это сделать, но не смог прийти на эту встречу, ждут в региональном отделении ЛДПР по адресу улица Вокзальная, дом 11. Мы хотим собрать подписи избирателей для того, чтобы эти подписи можно было продемонстрировать депутатам Государственной Думы. 450 человек, которые избраны от всей Российской Федерации, они не имеют права голосовать против воли своих избирателей. 92% россиян против повышения возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта запланировано на конец сентября. В партию уверены, что есть другие способы решить проблему с дефицитом бюджетом. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».